Российский МИД призывает наших граждан воздержаться от поездок в Гамбию. Но желающие все равно нашлись. Хоть вернулись они домой вовремя. О смельчаках, которые собрались из Санкт-Петербурга в Африку на ржавой шестерке «Жигулей», расскажет Екатерина Кадушкина. 12 стран, 9 тысяч километров, четверо друзей айтишников. Максим, Роман, Иван, Дмитрий. Самому старшему всего-то 24. С ними путешествовал и «Тигр», белая шестерка 96-го года. На ней уже ехали из Томска в Санкт-Петербург 6,5 тысяч километров за 15 дней. В этот раз маршрут серьезнее. Из Санкт-Петербурга в Банжул. Вот мы в Африку едем. Можно, в принципе, слетать. Какое слетать? Это на машине. И машину, конечно, готовили. В последние дни перед выездом отпрашивались с работы, буквально ночевали в гараже. С ними раскидаем двигатель, посмотрим, что с ним. Деньги копили полгода. Составили подробный план поездки и список необходимых предметов. Медикаменты, спальники, былая решетка гриль и одеколон типа тройного. Это цитата, чтобы дезинфицировать сантехнику. Проехали Белоруссию, Польшу, Австрию и Италию. Вот так, запасными шинами и туристической пенкой на крыше белой «Жигули» ехали по Венеции. Новый год отметили в марокканской деревне. Вот фотографии. Дальше западная Сахара, Мавритания, из соседних машин фото вспышки. Ну как не обратить внимание на российскую «шестерку»? Конечно, просто не было. Машину сканировали и досматривали с собаками в Марокко. Долго не пускали в Сенегал. Ехали даже по заминированному полю. Приходилось и ночевать в машине. Трудности начались еще в начале. Но больше всего мы все-таки переживали за границу с Польшей. То есть это первая наша такая серьезная, где мы отстояли в сумме часа три, наверное. На выезде из Беларуси нас предупредили о том, что с разбитым лобовым даже трещиной нас не пропустят. Мы уже начали переживать и думать о возможной пути отхода. Путешествие назвали «Банжул Челлендж». Это заезд, придуманный британцами. Смысл добраться до города Банжул в Гамбии. Кстати, по маршруту Рали-Париж-Дакары оставить там машину. «Жигули» отправились на аукцион. Все деньги с ее продажи пойдут на благотворительность. А четверо айтишников из России улетели домой на самолете. В белой шестерке провели две недели. В шутку называли ее ржавой, ведром. А правда, легко ли 20-летней машине выдержать такую поездку? Если просто отвезти любые «Жигули» в любой автосервис, привезти их в порядок, взять с собой, например, запасной трамблер, если вдруг что-то откажет, свечи, провода, все. Никаких проблем у вас не будет. Вы проедете эти 10 тысяч километров. «Жигули» у нас ездят по нашей стране, которая гораздо круче любой Африки по бездорожью. И по перепадам температур. Вообще я не понимаю, в чем состоит подвиг. И в соцсетях с этим, пожалуй, поспорили бы. Это очень круто и вдохновляет нереально. Ваша идея наилучшая загорелся желанием. Вот что пишут в комментариях этим четырем молодым людям, которые на 20-летней шестерке проехали из Санкт-Петербурга в далекий Банджул. Екатерина Кадушкина, Анна Погонина, Вести.